Спайсы, они же соли или миксы, это курительные смеси в виде травы с нанесенным на них веществом, обладающим психоактивным действием. В России употребление, распространение и пропаганда спайсов запрещены законом, но это не останавливает желающих попробовать что-то новое. Как бы ни отрицали продавцы, спайс – это наркотик. Постоянное его употребление ведет к паранойи, психозу и развитию тахикардии. Имеются и случаи летального исхода. Медицинскими признаками употребления спайса являются покраснение глаз, зрительные либо слуховые галлюцинации, амнезия, нарушение сознания, мышления, а также неосознанные действия человека, употреблявшего данные смеси. За последние 7 лет изъятие синтетики в России значительно увеличилось, примерно в 130 раз. Сравните. За 2009 год сотрудники наркоконтроля конфисковали приблизительно 165 килограммов синтетики, а за последний год количество изъятого товара составляет уже более 22 тонн. Это свидетельствует о массированной контрабанде наркотика из-за границы. Борьба со спайсами усложняется наличием у распространителей возможности общения при помощи сети интернет и использования бесконтактной передачи наркотика. Соответственно, путем использования метода закладок. Вот один из способов ведения современной наркоторговли. Номер, оставленный в людном месте, соединяет с продавцом, но речи о каких-либо личных контактах не идет. Покупателю сообщается время и место, где спрятан товар. Только сначала деньги, причем строганный электронный кошелек. Убедительная просьба при выявлении данных надписей незамедлительно обращаться на телефон доверия 2-го отдела 3-й службы управления ФСКН России по Московской области 8-498-547-14-64. Спайсы наносят удар в первую очередь по главному потребителю – молодежи. Как уберечь подростков от наркотика? Как избавить наше будущее от этого зла? Вопросов без ответа много. Но самое главное – нельзя оставаться в стороне от этой чумы современности. Александр Шишов и Адамия Анастасия Нурхонова, Видное ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова